Здравствуйте, друзья! Меня зовут Николай. Я представляю проект ВОСК. Это популярная библиотека для распознавания речи. Она активно развивается. Из тех возможностей, которые появились в последний год, хотелось бы перечислить поддержку некоторых важных языков, таких как хинди и японский, которые появились только в апреле, поддержку сред программирования, Unity, Flutter недавно сделали, поддержку различных систем телефонии, которые пользуются популярностью. И много еще интересного мы сделали на GPU-сервере. В частности, недавно сделали такую возможность декодирования полностью на GPU, что позволяет обрабатывать тысячи часов на одном сервере в течение короткого промежутка времени. Из интересных направлений, которые у нас будет скоро развиваться, и которые, возможно, интересуют открытое сообщество, это поддержка системного сервиса распознавания речи на открытой платформе Android. Сейчас это один из основных запросов, который пользователи хотят увидеть на своих лайнеджах и подобных платформах. В разработке системы ВОСК хотелось, конечно, высказать благодарность не только нашим помощникам, но хотелось бы отметить, что и Altlinux приложил огромное усилие и поспособствовал развитию ВОСКа. В частности, я помню, 20 лет назад, может быть, даже в 2003 или 2004 году, Алексей Евгеньевич поспособствовал записи первой речевой базы для синтеза речи в рамках проекта фестиваля, но это было одно из таких событий, которое позволило нам вести эту разработку. А из недавних событий, в прошлом году Александр Прокудин помог нам очень сильно, когда интегрировал ВОСК в КДЕ-шную программу редактирования субтитров, в КДЕ-НЛИФ. И с тех пор мы увидели значительный интерес к ВОСКу с различных сторон, и, в частности, даже программа Coral после этого интегрировала ВОСК в свой редактор субтитров. Так сказать, пошли за опенсорсом. Но в рамках этого доклада я хотел обсудить не специфические технические проблемы по распознаванию речи, а общее направление, которое сейчас складывается в большом и важном домене программирования – это в проектах машинного обучения. Проекты машинного обучения сейчас на коне. Это несколько специфическая область, которая работает не только с кодом, но еще в большой части с данными. И хотелось бы сказать, что в них происходит и какие тенденции присутствуют. Итак, развитие проектов машинного обучения в последние 20 лет претерпело огромные изменения. Если в 2010-х годах все было сконцентрировано на академических проектах и делалось в университетах, то в начале 2010-х годов пришли корпорации, стали делать некоторые популярные инструменты, такие как PyTorch, TensorFlow. И сейчас все дошло до такой степени, что существует очень большое количество открытых проектов машинного обучения, которые развиваются как крупными корпорациями, так и энтузиастами. Одним из новых моментов послужило создание таких вот проектов, проектов публикаций. Как вы знаете, в настоящее время вопросы публикации в научном сообществе являются ключевыми, потому что они влияют напрямую на финансирование. И одним из требований в последние годы для того, чтобы обеспечить прохождение публикации, является наличие открытого исходного кода. В результате большое количество публикаций сопровождаются некоторыми проектами на GitHub, которые достаточно интересны, но и обладают своей спецификой. Итак, во что это все вылилось? Ну, в целом, к чему идет машинное обучение? Машинное обучение идет к созданию виртуальной реальности, полностью реалистичной, в которой вы можете общаться уже не только с людьми, но и с некоторыми машинами. Вот, например, вот этот коммерческий проект последних лет, если интересно, интегрирует последние технологии в этой области, а именно и синтез, и распознавание речи, и создание видео. И таким образом, конечно, эффективность взаимодействия, она несравнима с тем, что было раньше. Если раньше вам звонил какой-то бот на телефон, то сейчас вот такой видео-аватар будет вас убеждать в чем угодно. И такие проекты появляются и будут скоро популярны. Одним из сложных моментов в системах машинного обучения и таким моментом, который несколько останавливает участие сообщества в машинном обучении, является то, что обучение требует серьезных вычислительных ресурсов. Сейчас GPU-карты недоступны простым людям, и, к сожалению, для того, чтобы серьезным машинным обучением заниматься, необходимо иметь доступ не просто к одной-двум GPU-картам, а к большим кластерам из десятков и сотен GPU-карт. Собственно говоря, поэтому основную такую работу в этой области делают крупные корпорации. А именно, большие такие компании, как NVIDIA, Mozilla, Facebook, Google, Ну и в последнее время одной из тенденций является то, что очень много появляется китайских программных пакетов свободного обеспечения, ориентированных на машинное обучение. В частности, почти каждая крупная китайская корпорация заводит команду, которая пишет код, публикует его. И вот, кстати, этот вопрос сегодня уже поднимался. На самом деле, код достаточно интересный, жизнь вокруг этих китайских корпораций идет очень активная. И я думаю, в ближайшем будущем вот этот китайский код будет одной из, так сказать, главных тенденций. Ну вот из китайских компаний можно отметить Tencent, ByteDance, там у них еще много Xiaomi вложилось в открытое программное обеспечение и так далее. А вот американские крупные компании начинают как бы сдавать. Например, Facebook закрыл свой проект Flashlight. Mozilla потихонечку закрыла проект Deep Speech, с которым они в очередной раз не справились. Таким образом, весь открытый код в области машинного обеспечения перетекает в китайские руки. В целом же, из-за того, что я говорил, из-за того подхода с проектами и публикациями расплодилось огромное количество проектов с открытым исходным кодом. Вот здесь вот на рисунке представлены проекты с открытым исходным кодом в области синтеза речи. Вы видите, что их около 50. И что интересно, из-за того, что программный интерфейс более-менее похож, они практически взаимозаменяемы. Что это такое? Вот некоторому исследователю нужно написать публикацию. Что он делает? Он создает проект, пишет тысячу строк на PyTorch и публикует его под каким-то новым названием. Другой исследователь, конечно, не может уже использовать это название. Он публикует какую-то свою модификацию под другим названием. И таким образом появляются сотни и тысячи проектов, которые делают похожие вещи, но которые заменяют одни и другие. Причем частота появления этих проектов, она коррелирует с частотой конференции. То есть практически два раза в год выходит что-то новое. Интересный получается результат. В таких условиях очень трудно вести разработку, потому что как только ваша команда что-то создаст, какой-то код, то через полгода он уже устаревает из-за того, что публикуется новый код других исследователей. Ну вот как-то приходится в этом жить. И, например, иногда мы даже рекомендуем не заниматься какой-то областью, а просто ждать, пока кто-то опубликует что-то новое. Итак, какие мы здесь видим перспективы? Хотелось бы отметить три момента. Это прежде всего задачи всемирного масштаба, проекты интеграции и специализацию в предметных областях. Итак, в современном мире, как вы знаете, мир более-менее глобальный. И, конечно же, развитие активного программного обеспечения невозможно без ориентации на глобальный рынок. С чем, как ни странно, у многих разработчиков большие проблемы. В частности, китайские разработчики, как я уже говорил, они публикуют сильный код, проводят интересные исследования, но, к сожалению, в основном работают только на китайском рынке. То есть делают только китайский язык и не смотрят никуда. У нас в России тоже есть несколько проектов, начиная от крупных корпораций, таких как Сбербанк, работающих над проектом Голос, и заканчивая проектами энтузиастов. Есть, например, интересный такой проект Наташа по распознаванию именованных сущностей. Они ориентированы тоже только на русский язык и только, соответственно, на наш рынок. В то же время мы видим, что наиболее перспективно и наиболее полезно для открытого проекта это именно ориентация на глобальный рынок, в частности, поддержка большого количества языков. Для нас актуальны и китайский язык, и хинди, и мы видим очень большой интерес к открытому исходному коду в Латинской Америке. Поэтому поддержка всех языков, по крайней мере глобальных, является для нас приоритетом. И мне кажется, это такой приоритет для современных проектов. Есть еще здесь такой момент интересный, что некоторые проекты пытаются концентрироваться на малых языках, поддерживать какой-нибудь язык ивенков или еще что-то, на котором говорят тысячи или две тысячи человек. Как нам кажется, это скорее тормозит проекты, чем способствует их развитию. Следующий момент. Из-за того, что в открытом программном обеспечении появляются тысячи проектов, возникает вопрос их интеграции. Из-за скорости развития не все они часто совместимы, пользователям тяжело их испытывать, тяжело понимать, чем они отличаются друг от друга. Поэтому такие проекты, как HagenFace, это проект по такой глобальной базе, глобальный GitHub программ машинного обеспечения, они имеют очень большое значение для сообщества. Ну и может быть вы слышали, что HagenFace сейчас приобретает огромную популярность, и все потихоньку на него переползают. В частности, даже на прошлой неделе компания NVIDIA свои модели на HagenFace загрузила, поменяв лицензию, разрешив использование свободное своих моделей через интерфейс HagenFace. К сожалению, как нам кажется, HagenFace тоже пытается объять необъятное, интегрировав им проекты компьютерного зрения и распознавания речи, синтеза в едином интерфейсе, из-за этого несколько теряя возможности, из-за того, что они пытаются сделать слишком общую систему. Нам кажется, что перспективно для таких проектов машинного обучения реализовывать интересные возможности, но в то же время не забывать, что нужно мета-системы строить, не интегрировать конкретные пакеты, а строить что-то такое общее, что пользователи смогут использовать. И третий момент – это специализация. В условиях, когда крупные компании делают что-то большое, мелким компаниям и мелким командам остается только взаимодействовать с пользователем на каких-то специфических задачах. В частности, например, распознавание речи на таких слабеньких компьютерах, вроде Arduino, на маленьких платах. Это интересная задача, которую компании вроде Facebook и NVIDIA не скоро будут рассматривать, а в то же время эта задача имеет смысл и ее можно решать. Мы, например, видим большой интерес к распознаванию на мобильных телефонах и к нашему счастью особо крупные компании пока этим не интересуются. Хотя, возможно, скоро они в эту область придут. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Выделить три главных направления, которые, как нам кажется, перспективны, в которых открытые проекты будут развиваться. Вообще, это интересное время, поэтому призываю вас всех подумать над такими задачами. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Так, коллеги, пожалуйста. Здравствуйте. Павел Молнейкин, базальт СПО. Вы сказали, что тормозом в развитии является то, что тот, кто хочет развивать, должен иметь доступ к большому количеству GPU. Я дословно не воспроизведу, но поэтому это корпорация. Соответственно, не хватает вычислительных мощностей. А не рассматривали вы перспективы использования кластера как раз волонтеров, компьютеров-пользователей? Это очень интересная и действительно перспективная задача. Действительно, мы видим в этом большое значение. Пока до этого руки не дошли, но я думаю, в этом направлении… Технически это возможно? Технически это возможно. Там есть интересные исследовательские, прежде всего, задачи. Но подобные системы вроде сети at home, они же ведь давно работают. Что-то такое, это очень интересно и хотелось бы что-то такое иметь. В целом, наше видение развития систем машинного обучения, оно идет куда-то в эту степь, в степь сети at home. То есть в степь таких систем, которые не будут проходить цикл обучения и распространения, а будут более такими живыми системами, постоянно обучающимися. То есть это тоже перспектива, да. Спасибо. Скажите, пожалуйста. Вот некоторое время назад вышла статья Натальи Касперской, насколько я помню, в соавторстве с Иваном Панченко. И там утверждалось, что, ну если я вот это все правильно понял, что проекты свободные в области именно машинного обучения, которые развиваются крупными корпорациями, такими как Google, они такие ненастоящие. То есть сами эти компании вот внутри себя этими библиотеками не пользуются, и они развивают совершенно другие библиотеки. А в чем задача вот этих вот библиотек, которые они выкладывают под свободными лицензиями? Ну, это возможно как бы создать такую иллюзию, что все это уже сделано с хорошим качеством и так далее, и чтобы часть разработчиков не писала собственные библиотеки вот там с открытым кодом и так далее, а просто пользовалась теми библиотеками, которые есть при обучении и изучении этой темы. Чтобы в учебном процессе тоже пользовались вот этими библиотеками для учебных задач. А для реальных задач, серьезных там... Андрей, ну не надо, пожалуйста, пересказывать конспирологию. Вопрос в чем состоит? Ну, как вы относитесь к содержанию вот этой, то, что в статье? Статья популярная, много людей ее прочитало. Все, спасибо. Вопрос понятен. Как вы относитесь к этой конспирологии? Это ваш вопрос. Какие-то такие моменты, они действительно имеют место быть, но, насколько я знаю, во многих корпорациях реально используется тот же PyTorch, и те инструменты, которые они выкладывают, можно использовать действительно в создании настоящих хороших систем. Можно, Алексей Викторович? Да. Вопрос, в общем, такой. Я с некоторыми пакетами работал, распознавание языка, но сейчас, в общем, там, по-моему, 4 девятки после запятой в плане распознавания, ну, например, того же русского. То есть, куда дальше мы совершенствуемся, в каком направлении? То есть, каков, по вашему мнению, сейчас уровень распознавания текста? Куда дальше? Есть смысл двигаться или уже, как бы, ну, и хватит? На самом деле, несмотря на заявления журналистов, там еще очень и очень много работы. Например, процент ошибок при распознавании телефонной речи до сих пор до 30% доходит. Кроме этого, не распознаются такие важные моменты, как эмоции, вопросы. То есть, большинство систем распознавания речи не понимают, обращаетесь ли вы к ним с вопросом или с утверждением. Даже такая простая вещь, она реализована в коммерческих продуктах, вроде Алексея у Амазона, но в опенсорсе нигде такого ничего нет. Еще маленький вопрос. Спасибо большое. Можно задать мне? Спасибо за доклад. Извините, а вот вы сказали, с одной стороны, что нужны огромные мощности, там, фермы, GPU и так далее, а с другой стороны, в конце вы привели какой-то маленький контроллер. Или вы имели в виду, что… Их заявили, что хотите распознавать на смартфонах, на более легких. Вот это как… Нет противоречия? Для некоторых задач… Вот остались некоторые задачи, для которых большие мощности не нужны. Вот в частности, например, распознавание на микроконтроллерах. Но для таких вот глобальных задач, вроде как серверное распознавание, там нужны большие мощности. То есть есть некоторые такие области, в которые еще можно энтузиастам смотреть и что-то там делать. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое.